Есть сны психологического характера. То есть там идет подсказка, как человеку в данном этапе он правильно действует или неправильно. И подсказка идет. Давайте посмотрим сон. На примере сна расширпуем. Молодой женщине, которая занимается бизнесом вместе с мамой, приснился сон, что она видит много народу, который находится, и кого-то хоронит. Гроб такой старенький, не оббитый совершенно, деревянный. И она, когда идет вместе со всеми, она видит маму свою. Мама берет этот гроб и несет вверх сама. Она как бы помогает другим. И по лестнице пошла вверх. Молодая женщина, она стала спускаться вниз. И она заходит в квартиру. В квартиру к себе. Там ее муж сидит, и ее ребенка, их ребенка, он чему-то учит. Значит, давайте расшифруем сон. Муж, кстати, тоже занимается бизнесом достаточно долго. Поэтому давайте расшифруем сон. Сон следующего характера. Значит, там происходит, женщина хочет самостоятельно где-то работать. Она молодая, поэтому ей хочется, чтобы она свои какие-то правила, какие-то знания именно в бизнесе. Она где-то самостоятельно в бизнесе проводила. Но сон ей показывает, что желательно где-то, первое, учеба. Да, забыла сказать, что это было, как бы люди находились рядом со школой. Вот первое, рядом со школой находились. То есть, это ключевая фраза, школа, жесткий символ, это школа. Значит, мы толкуем сон именно на обучение. Обучение, если это школа, это общее социальное обучение. Это не обязательно профессиональное. Профессиональное обычно идет на уровне институтов, правтехучилища, ну и так далее. А это школа общеобразовательная. Значит, общеобразовательное это общение с другими людьми. Это общение еще каким-то образом, не только общение, это и в торговле, может быть, это идет, и где какие-то закупки делать, может быть, по бизнесу. Потому что все-таки мама и муж снились. И тем более, эта женщина тоже занимается бизнесом собственным. Поэтому здесь как бы показано, мама помогает. Надо у мамы где-то учиться. Это опыт. Поэтому мама шла вверх, а она шла вниз. Значит, что-то она делает не то. Потом она сошла в дом, и там ее ребенка, их общего ребенка обучал муж. Муж тоже долго работает в бизнесе, и тоже есть чему у него поучиться. Поэтому вот здесь показано, что зачем изобретать колесо, когда люди, наделав много ошибок, сделали правильно, они удержались в бизнесе, и они сделали очень правильные шаги где-то. Почему? Потому что до 80-90% людей, которые открывают бизнес, разоряются. А люди, которые удержали бизнес, они наделали много ошибок. Но эти ошибки они запомнили, они их исправили. И поэтому вот здесь вот есть возможность конкретно без своих ошибок где-то подойти и правильно обучиться у одного и у второго, у мужа и у мамы. А потом можно и свое что-то применять. Поэтому то, что она спускалась вниз по лестнице, она делает что-то неправильно. А подсказка – это когда мама вверх пошла по лестнице, и муж обучал ее ребенка. А ребенок ее – это ее бизнес. Поэтому сон толкуется именно таким вот образом, быстренько выход. А конфликтная ситуация есть. Конфликтная ситуация есть. И с мамой, которая ведет бизнес. Почему? Потому что два человека, которые в бизнесе. Один старый, который хочет, чтобы именно шло по старой бизнесмене, я имею в виду. Тот человек, который хочет, чтобы именно до ошибки вот это вот то-то, 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 ты делаешь ошибки. Я это знаю. Поэтому молодая женщина, да, она делает ошибки. Она же не знает, какие ошибки мама делала. Она не училась этому. И поэтому она может в штуке воспринимать некоторые вещи. Но тем не менее, время идет. Действительно молодое время. Многое сейчас меняется. И вот некоторые подходы, другие идут. Но никто не отменял фундамент. Фундамент, который, будем говорить, строится изначально, чтобы на нем, может быть, стоять дом. Фундамент, он фундаментом и есть. Значит, фундамент в бизнесе – это есть какие-то основы. Есть фундаменты, будем говорить, и нравственное воспитание. Тоже есть. Они фундаментальны. Поэтому остальное все по текущему времени, современному времени. Здание можно строить, будем говорить, современных, современных материалов, все остальное. Но фундамент, знание фундамента должно быть. И это очень часто, будем говорить, так, чтобы не набивать своих ошибок, можно поучиться на ошибках своих близких людей, которые в этой области работают. Фундамент наinhаете кислородные средства. И объективные. Продолжение следует...